До этого времени за проход на Бугасскую косу с посетителей взимали плату. Анапский суд запретил платный въезд. Несмотря на это, шлагбаум продолжал работать. В прокуратуре пообещали с этим разобраться. В июне 2016 года сотрудники Азово-Черноморской межрайонной природоохранной прокуратуры совместно с судебными приставами добились сноса шлагбаума на въезде на Бугасскую косу. Шлагбаум и контрольно-пропускной пункт демонтировали. В мае 2017 года Бугасская коса оказалась в центре скандала после того, как накануне оттуда выгнали кайтеров. Арендатор пляжа на Бугасской косе разобрал их тренировочный лагерь, а также установил заграждение и требовал плату за въезд на косу. Ранее внимание правоохранителей к этой ситуации привлек губернатор Кубани Вениамин Кондразев. На прошедшем в Анапе Совете Безопасности он подчеркнул, что все пляжи должны быть доступными для отдыхающих, а в бизнесе дельцов, которые устанавливают свои порядки, в том числе и на Бугасской косе, необходимо разобраться в ближайшее время. Глава города-курорта Сергей Сергеев на прошлой неделе выезжал на Бугасскую косу вместе с сотрудниками полиции и судебными приставами и потребовал демонтировать шлагбаумы.